Привет, друзья, и добро пожаловать на мой YouTube-канал и на мой Дзен-Яндекс-канал. Это Барахолка, Германия. Меня зовут Елена. Ищу я сокровища. Вот наша сокровища, смотрите. Итак, нас перебили. Это я купила набор позолоченный, чайно-копейный. И даже лопатка есть для торта. И сегодня как-то повеселее здесь, слава богу. Сегодня, друзья, вообще не мой день. Что такое не везет и как с ним бороться. В общем, у меня столько подрезали красивых троек. Сначала китаец с телегой все подрезал. А потом еще кто-то все подрезал. И я сегодня без покупок. Расстроенная очень. Какая хорошенькая, да? Что-то мне ведь повезет сегодня. Это Хедрихензон. Может быть, это даже ручная роспись. Надо посмотреть. Рулетницу я и уберу, конечно же. А это чашечки Больпштейт с кофейничком. Тротница хрустальная. В общем, Курфиа, Кристалл написан, да. В остропанных чувствах я. Ой, это какое-то чудо красивое. Смотрите-ка. Рождество. С трещинкой. Очень красивый цвет, да? Летин. Ой, какой. Ой, какой. Ой, какой красивый. Что это такое? Так, это Польша. Ох, целый мешочек игрушек пластиковых. Вроде бы я сегодня рано приехала. Но кто-то, видимо, раньше приехал. Прям коробками все хватает. Было когда-то прекрасное блюдо, да? Сейчас все пошоркано. Хучинройтер, представляете? Жалко, конечно. Это что такое? Смотрите, какая люстра, да? Это стоило 20 каких-то денег. Матичная. Вроде бы остатки, да? Триптиз. Цветочек. Псицевый цветочек. Ну ладно, если уж на сегодня так не везет. Надо купить фонарик, чтобы мне лучше видеть все. Или за подкову подержаться, чтобы мне сегодня повезло немножко. Ну, хотя я креплю, конечно, душой. Есть у меня кое-что в рюкзачке интересное. Немножко, но оно есть. Ну, кому это не интересно, можете перемотать. Но мне очень интересно, я спросила цены на эти керосинки. Мне тут мужчина так любезно все рассказал. В общем, здесь все. Это рабочие лампы. Самые настоящие керосинки. Здесь есть эмблема. Рука с пламенем. И здесь есть название фирмы и номер. Обязательно на каждой лампе должен быть свой номер. Такие вещи очень дорогие. Их собирают, и ими пользуются. Так фирма называется. А, Фуэрхант. Фуэрхант. И это тоже такой же фирмы. И это тоже с номером. И он сказал, что это все ерунда, что здесь ржавчины. И что они с дефектом. Но это суперская вещь. И они очень ценятся. А вон там стоит маленькая. Посмотрите. Маленькая. Она стоит 120 евро. Вот такие лампы для кораблей. Вообще абсолютно новые. Их куда-то там ставят на лодку, на корабль. И они мигают красным и зеленым. В общем, я ничего не поняла, но суть в этом, что они мигают. Вот эти стоят по 80, а вот эти 30. Представляете? Вот такой интересный факт я сегодня узнала. И день прожит не зря. Ой, что нашла. Смотрите, какое чудо. Если она без сколов, если она в порядке. Тяжеленькая штучка. Надо брать такие вещи. Так. Что здесь еще интересного? Вот подторт интересного цвета, зеленого. Горшочки. У меня, кстати, похожие на балконе стоят. В общем, друзья, я так расстроилась. Беру себе вот это вот живое существо с собой домой. И все на этом. Но самое главное, друзья, я купила поварешечку. Вот она. Мне ее заказывали. Я так обрадовалась, что ее у меня никто не подрезал. Я ее сначала нашла в первый день в барахулке, когда был дождь. Написала, что я нашла вам поварешку, кто ее мне заказывал. Но я не дождалась ответа. Пришлось мне возвращаться. И, слава богу, она лежала там, где я ее и оставила. Это, друзья, ручная работа. Можете представить. Выполнена мастерами стеклодоми. Здесь на этикетке стоит даже название фирмы, формана. И написано, что это выдумлено ртом. Ну, это так переводится. Я что могу поделать? В общем, такая поварешка тяжеленькая. Ух, поварешка. Так поварешка, скажу я вам. Из толстого, очень качественного стекла. Поварешка. Это используется для разлива крушона или боуль, как называется. Это по-немецки такая стеклянная, либо хрустальная кастрюлька. И несколько кружечек. Напиток этот готовится из всевозможных сортов. Алкогольного напитка, шампанского, вермута. В общем, чем дешевле, тем лучше, скажу я вам. Это я передаю точный рецепт моей свекрови и всех, наверное, немцев, кто это любил и любит. Добавляются туда нарезанные фрукты. В общем, скажу я вам напиток. Получается то, что надо напиток. Песни и пляски гарантированы всем до утра. Вот что-то радостное случилось в этот день со мной. А эти, друзья, тарелки я купила на одном столе у моей знакомой. Как раз там и подрезали у меня очень много прекрасных вещей. Один человек с телегой. Но эта продавец сказала, что в следующий раз она все спрячет специально для меня. Все самое вкусненькое. Ну, не знаю, посмотрим, друзья. Обещать не значит выполнять, как говорят немцы. И еще одна тарелочка. И посмотрите, какое все пыльное. Но даже сквозь эту вековую пыль видно, как прекрасно выполнено изображение этих фруктов. Вот прям возьми и откуси. Да, очень реалистично. Климо, друзья. Соппенталь – это Бавария и это город Байроид. В 27-м году Томас великий и прекрасный. Знаем, да, мануфактуру Томас. Не раз я уже рассказывала. И вещи его попадаются очень часто. Открыл эту дочернее предприятие в Байроиде. Но, как мы знаем, несколькими годами позже, по-моему, мануфактуру Томас усына вела мануфактура Розенталь. Уж я не знаю, что случилось с этой мануфактурой дальше. Я не нашла никакой информации. Но это клеймо, видимо, оставилось как раз с 27-го года. По какой год, я не знаю. И возраст этих тарелок я не знаю тоже. Но думаю, что они старше 50-х годов. Но они в великолепном состоянии. Но, к сожалению, их было только 4. Или подождите. Нет, их 5. Их 5. Какая радость. Уже сама не помню, что купила и сколько. Ох, пришлось мне, друзья, побегать так, по этой барахолке, что я ничего, в принципе, и не сняла. Я боялась отвлечься на телефон, что-то снимать. Потому что действительно было очень много народу. И все просто хватали из-под рук. Вот так вот гребли. Это кайзер, друзья. Поговорим о приятном, да? А это этикеточка. Это этикетка магазина, где продавалось это блюдо. Думаю, что эта серия посудная называется Горя. Есть такие блюда, большие и маленькие, с ручками. Есть даже пиалки маленькие, за которыми я охочусь. Получился бы прекрасный набор, да? Десертный. Это, друзья, деколь с прорисовкой. Вот эти вот линии на лепесточках, это прорисовка. Все остальное это деколь. Кайзер, да? А, да. И ставилось это клеймо примерно с 90-го по 2000-й год. И, слава богу, оно там еще стояло. Еще я поняла одну вещь, что не надо расслабляться. А то я расслабленная, встала утром, попила кофейку и поехала на барахолочку. Надо быстро хватать бутерброд, термос и бежать уже, наверное, в 5 утра на барахолку. Иначе больше удачи мне не видать. Конкуренты не дремлят. Вот такие английские чашки я уже находила. Четыре тройки у меня их было. Случайно я их нашла. Я их не выкладывала здесь на YouTube-канале. Показывала я все это в Telegram-канале. Это Англия. Royal Albert. И это костяной фарфор. Серия эта посуда называется Lady Carly. И такие вещи, друзья, у нас в Германии большая редкость. В основном они приезжают сюда из Англии. И на ebay можно купить только с доставкой из Англии. И это очень дорого. Иногда доставка дороже, чем вещь. И меня просили найти заварочный чайник к такой посуде. Но он будет стоить, наверное, около 300 евро и больше. Посмотрите, какая это прелесть. И это выполнено в лучших традициях английского фарфора. Это костяной фарфор. По-моему, я уже сказала. А еще, если заказывать такую посуду из Англии в Германии, то придется платить таможенную пошлину. Так как они отделились от нас. И не хотят с нами ничего иметь общего. Так что, друзья, это большая удача. Найти здесь, в Германии, на барахолке такие вещи. Либо ехать в Англию за ними. Еще одна тройка. И она стояла на столе у одной пожилой пары. Ее я и прихватила. Очень понравился мне этот цвет. Необыкновенно нежный, голубой. И по-голубому вот такие штришки и цветочки. А еще здесь потрясающая ручка. И она похожа на крылышко какой-то экзотической бабочки. И климат, друзья. Для Вильгельм Йегер из города Айзенбург. И это с 30 по 40 годы оно ставилось. Хотя по форме чашки я бы подумала, что это 50-е годы. Но по форме ручки вполне возможно, что это 40-е годы. Но она в прекрасном состоянии, да? Несмотря на ее возраст. Вообще история, конечно, очень интересная. Эта мануфактура была основана... Ой, давно она была основана. В середине где-то 19 века. И делали они, знаете, что они делали копии Майсона. И это имело огромный успех. Но потом, видимо, всем это все надоело. И они обанкротились. Продались. Потом еще раз продались. Пока они попали в руки Вильгельма Йегерю. И я хочу сказать, что это был очень мужественный человек. Потому что после войны он все еще оставался частным предпринимателем. И он был не сторонником нового режима. Но потом все-таки режим взял свою. Национализировал в 70-х годах эту мануфактуру. И потом она стала принадлежать Калле. Видимо, там она и растворилась. Вот такая история вкратце. Несмотря ни на что, друзья, на жесткую конкуренцию. Теперешнюю, сегодняшнюю, вчерашнюю. И, наверное, я думаю, так и будет на барахолках Германии теперь. Я все-таки кое-что урвала. Посмотрите, какое это чудо. Какими равноцветными печенюшками декорирована эта тройка. Это, друзья, Вентерлинг. И это 50-60-е годы. Эта форма ясна об этом говорить. Уже и можно в интернет не лазить. И не смотреть, в каком году ставилась эта клема. Посмотрите, какие краски. И как это все красиво сочетается с золотом. Я не очень люблю много золота. Но здесь оно прекрасно уравновешено этими яркими красками. И этими черными вставочками. Ну, чудо, скажите же. И она в прекрасном состоянии, хочу сказать. У одной бабули я купила это трио. Дорого, хочу сказать, я ее купила. Хотела я поторговаться. Торговалась, честно скажу. Но она мне сказала, что место дорогое. И мне за место надо платить. Я сказала, ладно, что ж поделать. Тройка действительно потрясающая. Посмотрите, это форма. Это ручка. И рельеф прекрасный. И высокая ножка. И посмотрите на это клемо. Это Баймер, друзья. Наш любимый, обожаемый. Не поленился он украсить розочками на донышке и на стенках этой чашечки. Прекрасный золотой узур в виде вьющегося растения. И тарелочки. Блюдечко и десертная тарелка. Так, клемо, друзья. Это Баймер, это время ГДР. Но хочу сказать, что эта форма, конечно же, взята из ранее выпущенных коллекций старинных от этой мануфактуры. И они прекрасно ее адаптировали в нашу, так сказать, современность. Ну, 60-90-е годы, да, это наша уже современность, можно так сказать. Ну, чудо, да? Даже не знаю, с какой стороны вам ее показать лучше. Ах, вот эти картинки. И картинки эти никому не дают покоя. Посмотрите, какая она красочная. Эти маки, как огоньки, да, они выделяются на фоне этого букета, случайно собранного. А то, что под руку попалось, да, то и пошел в этот букет. Натюрморт, да? Ой, какой-то флакон, за которым мы все, друзья, охотимся. Прекрасный кувшин или это кофейник, да? И кто-то его очень удачно применил для этого букета. Какое-то блюдо стоит на заднем плане. И что это такое? Чугунок какой-то, наверное, да? 88-й год, коллекционная тарелка. 95 дней обжигалась эта тарелочка. И это, я не знаю, как это переводится. Это что-то такое классическое голландское. И я не знаю, как это перевести. Кто владеет языками, пожалуйста, расскажите нам всем. Мы вам все будем благодарны очень. И посмотрите, как ромка тарелочки оформлена. Я сначала подумала, что это трещинка. А это такая зигзообразная цифровка. Ну, очень мило, да, смотрится. Тарелочка уже нашла хозяйку. И мне дали задание найти еще одну такую же. Ну, или похожую. И у этой женщины на столе... А, нет, не у нее. Не у нее. А на другом столе я нашла вот такую старинную тарелку. Вы посмотрите, какие краски, какие цвета. Наверное, это был какой-то сервиз, да? Очень часто попадается в разновой такие предметы прекрасные. И я думаю, что если задаться целью, можно собрать какой-нибудь прекрасный сервиз из таких похожих предметов, от разных мануфактур, да? Почему бы и нет? Ни номерка, ни клемма здесь нет. Но оно очень даже старинное. Так, там кто-то начал кого-то пилить, друзья. Надо закругляться. Ну, очень красочная тарелка. Немножко сход золота, да? Ну, это ерунда. Мы уже к этому привыкли, да? Раз пошла такая тема, о птичках. Покажу вам кое-что, что хотела утаить от вас. Уже я не помню, когда я эти подвесы, это подвесы я купила. Но где, помню, в одной из лавок тарелщика. Каждый подвес вот с таким сертификатом. Номер подвеса, роспись. И это коллекционные вещи. Хочу вам показать, как это все упаковано. Посмотрите. Ну, конечно, упаковочка уже пострадала немножко. Но самое главное, живые подвесы сами. Я надеюсь. Вы посмотрите, какая прелесть. Роспись художника, чьи работы использовали для декорирования этих подвесов. Серия этих подвесов посвящена парочкам птиц. Садовая идиллия. Лимитированная коллекция. Всего 39 тысяч штучек таких было выпущено. Тенем ясиный международный каталог коллекционных тарелок Брадокс. В общем, все серьезно, друзья. Но вы посмотрите, какое это чудо. И мне очень нравится, когда изображения на таких вещах, они как бы живут. Да, они растут из этой тарелки наружу. Посмотрите, они прорастают через эту кромку. А упаковка какая подарочная. Здесь можно написать имя, фамилия, кому ты эту вещь преподносишь. Опять же, сертификат, номер подвеса и вот такой прекрасный подвес. Тоже парочка. Ой, посмотрите, какие-то сережки здесь на дереве. Распустились, да, скажем так. В общем, здесь они поют какие-то романсы. Эта парочка. Так открою для общей картины. Посмотрите, он ее приобнял и поет ей какой-то романс. Ну, чудо. Следующая парочка номер 455. Ох, ой, какие смешные. Вы посмотрите, в шапочках синеньких. На каком-то дереве с синенькими ягодками. Я уже не буду переводить. В общем, какой-то была у Майзенду. Я не знаю, как это переводится на русский, что это за птички. Но они очень забавные. Вы посмотрите, какие у них шапочки. Ой, я хочу такую же шапку. Свежую, однако. И последняя пара. Сертификат 629. Ой, какие они нарядные. Вы посмотрите. Парочка в оранжевых манишках. Как они похожи, да. Вот же говорят же, да. Муж и жена, одна сатана. На каком-то прекрасном цветущем дереве из розовых цветов. И как они на друг друга смотрят влюбленную? Вот так всю жизнь, да. Род Кельхенгрюс. То есть приветствие от этих птичек. Я рассматриваю эти подвесы тоже впервые вместе с вами. Я их, по правде говоря, и так не рассматривала. Зашла в эту лавку, увидела эти подвесы и тут же, не думая, забрала. И только сейчас вспомнила и рассмотрела вместе с вами. Вот такую бальмонерку, друзья, тяжелую, стеклянную, я нашла на земле. Она стояла. Но она прекрасная. Во-первых, прекрасное исполнение. Никаких швов нет от форм. Так, что-то тут завалилось. Какая-то непонятная субстанция. Ну, ее, конечно, еще и почистить надо. Самое главное, она без сколов. И мне очень нравится вот этот вот рисунок. Это прессованное стеклом. Цветы в медальонах. И вот такая прекрасная она сама. Тоже с прекрасными цветочками. Так, тяжеленько, хочу сказать. Так, накрыть все это дело. И показать вам ее вот в полный рост. Вот, посмотрите, какая она шикарная. И продавец мне сказал, что цвет этот такой очень редко стал встречаться. В основном розовый. Такой, знаете, как припудренная роза. А голубые, они уже становятся редкостью, хочу вам сказать. Спасибо вам, друзья, огромное за ваше внимание. За вашу обратную связь. Так, я ее сейчас уроню. Она очень тяжелая. Всех крепко-крепко, друзья. Вас обнимаю. И за всех нас молюсь. Ваша Лена, до новых встреч. Ой, бренчит. Так, надо чистить. Пошла-ка я ее почищу. Пошла-ка я ее почищу.